Итак, для начала нам нужно пропустить через мясорубку грудинку. Я срезала с одной курицы вот такие два кусочка небольших и один маленький лучок. Нам нужно их пропустить через мясорубку. Теперь этот фарш нам надо слегка посолить, перемешать. Перемешали, теперь нам надо его обжарить. Добавляю небольшой кусочек масла, можно подсолнечное. Так как я редко использую подсолнечное, я буду использовать сливочное. Пока обжаривается у нас грудинка с луком, у меня здесь шампиньоны 250 грамм. Ну, упаковка, тут больше, меньше, чуть ничего страшного. Промыла я их, пока они обжариваются, я эти нарежу. Значит, резать вы можете как угодно, как хотите. Я вот так вот на четыре части порежу. К этим шампиньонам я нарежу лук мелкими кубиками. То есть один такой лук идет к грудинке и один лук идет к шампиньонам. Не забываем про грудинку. Готовится она очень быстро. Сильно подсушивать ее не стоит, так как это грудинка. Чуть-чуть добавлю куркумы для цвета. У нас готова. Сильно пересушивать не надо и масла много тоже не надо. Потом она в салате, чтобы не замерзала. Чисто так, чтобы обжарить мясо и все. Теперь в эту же сковородку добавляю еще немного масла. И теперь буду обжаривать лук с шампиньонами. Когда лук стал полупрозрачный, добавляем сюда шампиньоны. Так как шампиньоны пресные, чуть-чуть надо посолить слегка. И теперь обжариваем шампиньоны с луком. Уменьшаем огонь до среднего. Накрываем крышкой. Шампиньоны пустят свой сок. И собственно соку они приготовятся. Воды лишней добавлять не надо. Огурцы можно нарезать как вам удобно. Как хотите. Я вот такими вот соломками буду. Посмотрите сколько сока вышло у шампиньонов. Вот они вот так в собственном соку готовятся. Так получается шампиньоны вкуснее. И готовятся же они быстро. Очень не даже можно же с сырыми кушать. Вот. Уменьшаются конечно они очень много раз. Теперь нам надо чтобы жидкость эта вся выварилась. Или выпарилась как правильно сказать. Скажу оба варианта. Чтобы не говорили что я неправильно сказала. Вот. Когда воды не останется жидкости. Шампиньоны начнут обжариваться. Вот нам надо их слегка обжарить. И так товарищи. У меня не заснялось то что я нарезала укроп и петрушку. Только листики. Но потому что зимой. Если бы было лето я бы добавила кинзу. А так как зимой здесь в Питере тяжело найти кинзу. Ну можно в принципе любую зелень. Какую вам нравится. Дальше вот. Добавляю 3 яйца. Но добавляю я только белки в основном. Так. Если хотите получить салат легкий. То лучше желток конечно не добавлять. Всегда в салатах утяжеляют салаты именно желтки и картошка в основном. Получается полегче салат. Так. В это время у меня уже обжарились шампиньоны. Посмотрите. Все. Так. Шампиньоны добавила сюда. Яйца добавила сюда. Значит что у меня здесь. Обжаренная грудинка с луком. Обжаренные шампиньоны с луком. Зелень. Яйца. Теперь добавляем сюда. Огурцы. Торный молотый перец. Чуть-чуть. Вот такой маленький кусочек твердого желтого сыра. Натираем на терке. Дальше все перемешиваем. Идет майонез. Пока не солим, потому что мы фарш солили, шампиньоны солили. Майонез тоже имеет соль. Поэтому соль уже в конце, когда мы перемешаем майонез, еще раз проверим. Теперь смотрим на соль. Все правильно сделано. Солью не надо больше. Так, сервировать вы можете как хотите. Ну вот, посмотрите. И так, еще раз повторяю рецепт. Пропустили через мясорубку грудинку с луком. Пожарили. Отдельно пожарили шампиньоны. Нарезали, пожарили с луком тоже с маленьким. Все это все вместе перемешали. Добавили 3 яйца. Белок. Вот, огурец, зелень, тертый сыр немножко и майонез и перец. Из того, что мы вначале солили мясо и шампиньоны, и вот этот майонез. В майонезе тоже есть соль. Соли достаточно. Не пересолите в конце, только после майонеза смотрите соль. Вот. Получается изумительный салат. Непривычный для нас всех, потому что здесь нет кусков именно мяса, а именно фарш. Получается очень приятный, очень необычный салат. Вот так вот. Ну и даем настояться где-то час. Полчаса, час. Ну, на этом у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вам все понятно. Если будут вопросы, пишите в комментариях, отвечу. Всем пока-пока!